Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Газовые мошенники. В Самаре орудуют бандиты под видом сотрудников газовых компаний. Из Пскова через всю Россию инспекция общественного народного фронта исследует дороги в Поволжье. Планы на будущее. Городские депутаты готовы утвердить бюджет Самары на следующий год. 250 миллионов рублей минуя госконтроль, сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, несколько жителей Самарской области разработали схему нелегального вывода денег из-под финансового и налогового государственного контроля. И за три месяца этого года обналичили сотни миллионов рублей. Сами же заработали больше 12 миллионов. Заведено уголовное дело. Устанавливаются участники преступной группы. Внимание, мошенники! Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко обратился к горожанам с просьбой быть бдительными. В последнее время участились случаи, когда аферисты под видом сотрудников газовых компаний снимают индивидуальные приборы учета, ставят другие и не пломбируют житель, оплачивают услугу, а затем не может поставить счетчик на баланс. В итоге несет финансовые убытки. Чтобы не стать жертвой мошенников, не пускайте незнакомцев в квартиру, спрашивайте фамилию сотрудников и уточняйте по телефону, работают ли такие в горгазе. Информацию о сроке эксплуатации своего счетчика можно найти на пломбе. Там указано, до какого года он является действующим. Одевает тужурки, где написано «Самара-газ», где написано «СВГК», представляется, идут к наиболее доверчивым и социально незащищенным людям и представляют, что давайте мы вам заменим счетчик. Срывают пломбу с газового счетчика, ставят какой-то счетчик, а потом бабушки говорят, «Иди, пожалуйста, и пусть тебя пломбируют». А сорванная пломба – это минимум 6 месяцев, когда будут давать не по счетчику, а по нормативу. Больше 200 миллионов рублей запланировали на ремонт четвертой очереди набережной в этом году. Изменения в бюджет Самары внесли на заседание городской думы. В этом году в казну Самары поступило налогов на 170 миллионов рублей больше, чем в первом квартале прошлого. Сам бюджет по доходам сейчас исполнен примерно на 19%. По-прежнему на первом месте решение социально значимых задач, выплаты на ремонт и покупку жилья детям-сиротам и молодым семьям, питание детей в летних лагерях, строительство детских садов. 145 миллионов рублей потратят на ремонт и реставрацию памятников историко-культурного наследия. В этом году больше 360 миллионов рублей перераспределят за счет экономии на закупках и платежах по кредитам. Проверили дороги. Самару посетили инспекторы общественного народного фронта. Вместе с представителями городской администрации они проехали по самым проблемным участкам, которые отметили на специальной карте жителей. Инспекция ОНФ едет из Пскова через всю Россию. В эти дни исследуют дороги в Поволжье. Все детали в репортаже нашего корреспондента. Движение на дачной всегда активное. Автомобилисты объезжают пробки. На участке между Пензенской и Чернореченской посреди дороги появилась свежая яма. Ее-то и отметили самарцы в специальной карте. Проект ОНФ «Карта убитых дорог» работает по всей России. На сайте жители оставляют фото и комментарии к проблемным участкам дорог, чтобы показать, где ремонт требуется в первую очередь. Голосование нужно для того, чтобы определить приоритеты этой дороги. Потому что если проголосует малое количество людей, то, скорее всего, эта дорога, может быть, идет кому-то на дачу. Интересует одного-двух человек. А если проголосует все-таки большее количество людей, то это более социально значимая дорога, и она как раз должна быть отремонтирована. Дорогу на дачной содержит МП «Благоустройство». Им направят заявку. На следующей неделе на этом участке проведут аварийный ямочный ремонт, заверили представители предприятия «Дорожное хозяйство». В настоящий момент ведутся работы по проектированию. Как только проект пройдет по положительной государственной экспертизе, выделятся на нее средства, и она поступит в ремонт. Приведут в порядок и улицу Олимпийская, на участке от Ракитовского шоссе до Алматинской. Дорогу ремонтировали в 2013 году. Ранее подрядчик, который выполнял работы, исправил возникшие гарантийные недочеты, но потом обанкротился. Велась активная претензионная работа. Настоящий момент департамент ждет решения суда положительного, с целью выйти на ремонт этой улицы за счет бюджетных средств. Мы планируем этот участок, отремонтировать в течение двух месяцев. Всего благодаря совместной работе Самарского муниципалитета и инспекции ОНФ удалось дополнительно отремонтировать 17 проблемных участков дорог, и еще 14 приведут в порядок в этом году. Анастасия Вишневская, Дмитрий Мешканцов, События. Эффективный поиск работы. Пришел в одно место, прошел собеседование, трудоустроился. Специализированная ярмарка вакансий для инвалидов заработала сегодня. Предложений более тысячи. За несколько часов 500 человек ознакомились с возможностью заработать. Водитель, менеджер по продажам, кладовщик и даже ихтиолог. Больше тысячи рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Представили на специализированной ярмарке вакансий. Валерий Гайденрайт всю жизнь отслужил в вооруженных силах. Заработал третью степень инвалидности. Но без работы, говорит мужчина, прожить невозможно. Конечно, нужна работа. Даже любому инвалиду, понимаешь, чтобы он был занят. И тем более у нас никаких пособий особо не платят. На них не проживешь, естественно. Так же, как и на пенсии будем честными. Поэтому работа нужна. По закону работодатель обязан брать на работу инвалидов, если в организации трудится более 35 человек. А также оборудовать специальное рабочее место. И многие предприятия охотно принимают людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 17 организаций самых различных форм собственности. С самыми различными вакансиями. Это вакансии по рабочим профессиям и вакансии служащих. Работодатели очень хорошо относятся к трудоустройству граждан с инвалидностью. И сегодня, присутствуя на мероприятии, мы с удовольствием возьмут граждан с инвалидностью. Соискатели на ярмарке могут не только подобрать себе вакансию из широкого списка, но и посетить лекции, мастер-классы и консультации специалистов Центра занятости по вопросам трудоустройства. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре во время ремонта 62-го дома на улице Красноармейской произошло ЧП. С крыши упал рабочий. Здание ремонтируют по программе фонда капремонта. Это сталинский дом переменной этажности от 5 до 6 этажей. По предварительным данным, у одного из рабочих оборвался страховочный трос. Ему вызвали скорую. В Самаре перекрытие дороги на пересечении Московского шоссе Луначарского переносится на неопределенный срок. В компании подрядчика заявили, что строительство развязки тормозится из-за погоды. Строительная компания ведет работы по заливке бетоном опорной плиты метрополитена. Как только завершат подготовительные работы, движение ограничат. Точные даты пока назвать в компании не могут. В Самарской области 20 тысячам должников запретили выезд за границу. Сумма, которую они обязаны выплатить, перевалила за отметку в 7 миллиардов рублей. При этом, как сообщают приставы, 221 миллион рублей своим детям задолжали нерадивые родители. В отношении них вынесли более 2,5 тысяч постановлений. Временно ограничить право выезда за пределы страны могут, если долг превышает 10 тысяч рублей. Штормовое предупреждение, объявленное МЧС по Самарской области. Сегодня в регионе не исключается сильный дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Так что на всякий случай всем рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Противоречивая фигура, конъюнктурщик и талантливый русский писатель. Так современники и потомки говорили и говорят об Алексея Николаевиче Толстом. Самарский писатель Дмитрий Агалаков представил журналистам свою новую книгу о знаменитой фигуре. Художественно-исторический роман повествует о судьбе семьи Толстых. Издание вошло в серию «Лидеры Самарского края», где Алексею Николаевичу компанию уже составили Петр Алабин, Константин Грод, князь Григорий Засекин. Автор произведения уверен, что читатели высоко оценят книгу и проявят неподдельный интерес. Для создания романа использовались письма, архивы и книги, написанные родственниками Толстого. Я открыл то, что никаким графом по сути, по своей, он не был. Его прятали 14 лет в этой самой сосновке. Его воспитывали на этом хуторе. Он не воспитывался как граф, он воспитывался у этого полудворянина Бастрома и у этой нищей графини. Потому что жили они в основном на ее труды. И там, может, они еще картошкой торговали, потому что там был этот хутор несчастный. Вот, он общался с простыми мальчишками. Потом его привезли в Самару. Он не поступил в реальное училище. Его перевезли в Сызарь, он учился там. Потом заканчивал в Самаре. И вот тут как раз он, в общем-то, деревенский мальчишка. Вот эта жизнь сложная, противоречивая, она, наверное, дала толчок к развитию таланта, который был заложен, и который во многом, наверное, перешел все-таки от матери. Классика, понятная всем. Даже на немецком языке в Самару приехал театр-ателье из города-партнера Штутгарта. На экспериментальной сцене театра драмы немецкие артисты представили спектакль «Мертвые души» по одноименному произведению Николая Гоголя. Театры из Самары и Штутгарта участвуют в проекте обменной гастроли. Они проходят в честь 25-летия партнерства городов. Как звучат «Мертвые души» на немецком, услышала Олеся Корецкая. Беседа Чичикова с Маниловым и его женой в представлении артистов немецкого камерного театра выглядит именно так. В зале нет свободных мест. Не каждый день дают классический спектакль на иностранном языке. Я в Самаре живу и работаю несколько лет. Занимаюсь консультированием. Сюда пришел просто как зритель, послушать родную речь. Мне нравится и Гоголь, мне нравится немецкий язык. Немецкий язык – это, наверное, большая часть моей жизни. И чтобы насладиться вот таким удивительным сочетанием Гоголь и немецкий, это что-то должно быть интересным. «Мертвые души» в исполнении артистов театра «Отелье» в Германии идут уже несколько месяцев. В Самару спектакль привезли по театральному проекту «Обменные гастроли». Руководитель уверен, даже при минимальных знаниях немецкого языка классическое произведение понятно многим. Произведение это, ну как, не надо сказать, что достаточно известно, но известно в Германии. Ну, меньше может быть, чем произведение Достоевского и Чехова, но тем не менее Гоголь, наверное, третий из авторов, которого знают. Через две недели с ответным визитом самарские артисты театра драмы отправятся в Германию со спектаклями «Опавшие листья» и «Пришли те, кто пришли». Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. А вот о каких событиях расскажут мои коллеги в наших следующих выпусках. Авиентайными легендами бункер Жукова впервые открыли для посетителей. Проезд запрещен, восьмитонные грузовики не смогут ездить по Самаре во время Мундиаля. Ровно год осталось до старта Чемпионата мира по футболу. В музее Самары Космической открылась выставка «Крылья будущего». На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова